А в парламенте сегодня взывали к Соединенным Штатам. Обратились к Конгрессу США с призывом дать новый импульс в сотрудничество двух стран. На что еще сегодня хватило сил у парламентариев и какие документы они ожидают увидеть завтра в сессионном зале? Подробности в сюжете Анны Каменевой. В сегодняшней повестке дня всего 9 вопросов, но с утра становится ясно, работа не клеится. Уже для первого законопроекта не хватило голосов. Это только в голове парламента необходимо, чтобы парламент выполнил свои обязательства. Клея голоса не возвращает для принятия решения не вести дискуссии политические, а запросить депутатов в зал. После призывов спикера депутаты постепенно потянули в зал и начали рассматривать обращение к Конгрессу США. Призывают сделать Украину основным союзником вне НАТО и подписать двустороннее оборонное соглашение. Мы ожидаем, чтобы Украина наконец получила статус основного союзника США поза НАТО. Это соответствует духу и букву обязанности Соединенных Штатов в рамках Будапештского меморандума. Мы должны кричать на весь мир. Помогите нам в борьбе с агрессией. Потому что мы боремся не только за Украину. Мы боремся за святой порядок. Давайте профессионально обговорим, какие загрозы может нести в Украине статус основного партнера за межами НАТО. Это не закроет нативскую перспективу для Украины. Поэтому нужно не тикать пальчиками, а профессионально работать. Тикать пальчиками пришлось аж два раза. Опять голосов не хватало. В итоге решение все же приняли. И нашли повод снова затеять языковой скандал. Людей беспокоит два вопроса на самом деле. Это вопросы экономики, потому что нет заработной платы. Будь ласка, я прошу вас шанувати украинскую мову державную, выступать украинской. Так, у нас есть одна державная украинская мова, но у нас ратификована европейская мовная хартия, которая дает возможность выступать на разных мовах национальных меньшин. Тем временем в кулуарах уже думают о дне завтрашнем. В повестке дня в четверг должен появиться обещанный законопроект о двойном гражданстве. Но до сих пор нардепы не определились, всех ли нужно наказывать за несколько паспортов. Особисто я схильный до варианта заборонить мати подвійное гражданство державным службовцям и силовикам. Что касается обычных граждан, это может принести какие-то загрозы для людей, потому что много людей, у нас есть и заработчане, которые ездят, получают для полегшения пересувание, есть жители прикордонных территорий. А вот нардеп Андрей Артеменко настаивает, дескать, двойное гражданство в стране нужно разрешить. Кстати, он сегодня подтвердил, что все еще является гражданином Канады, несмотря на аннуляцию паспорта. И заявил, он такой в парламенте не один. Но не гражданством единым, завтра в повестке дня должны появиться законопроекты о помощи переселенцам. Будем наполягать, чтобы 4794, как ключевой закон, который поддерживает пораненных людей, их 17 тысяч, а очень много людей оставалось инвалидами, чтобы они были поддержаны государством. Это наша война. Мы будем наполягать, чтобы они были приняты. Если этого не будем, мы снова не будем голосовать ни за какие, за поганки, которые сегодня пытаются протяжить через парламент, правляющие коалиции. Залишки. Не прошло и двух часов, как парламент наполовину опустел. Из-за нехватки голосов спикеру пришлось досрочно закрыть заседание. Анна Каменева, Ирина Романова, Евгений Пахальчук, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Анна Каменева, Ирина Романова, Евгений Пахальчук, Владимир Самченко. Анна Каменева, Ирина Романова, Евгений Пахальчук, Владимир Самченко.